Всем привет! Продолжаем знакомиться с языком CUDA-C и с технологией от NVIDIA, которая позволяет программировать графические процессоры NVIDIA. Итак, сегодня мы продолжаем и сегодня рассмотрим растовое изображение в разделяемой памяти. То есть это вот такой небольшой примерчик. И покажем, какое оно с синхронизацией, и какой без синхронизации. Ну, то есть для закрепления предыдущего урока. И основой всех, ну, на данный момент пока предыдущих и этого урока является книга «Технология CUDA в примерах. Введение в программирование графических процессоров» Джейсон Сандерс и Эдвард Кендрадт, авторы этой книги. Ну что ж, начнем. Мы рассмотрели в предыдущем примере, или даже еще примеры, в которых использовались разделяемая память и функция SYNC-TREAD. Это мы в предыдущем уроке рассматривали и рассматривали, что такое SYNC-TREAD. Если кто не смотрел, то обязательно посмотрите. Может возникнуть искушение рискнуть и во имя быстродействия опустить SYNC-TREAD. Сейчас мы рассмотрим пример графического приложения, в котором без SYNC-TREAD результаты оказываются неверные. Мы приведем, что получается, то есть я покажу, что получается без SYNC-TREAD, а потом, что будет, если всего лишь добавим SYNC-TREAD. Так, тело функции, давайте, main. Вот оно. Ну, в принципе, такое же, как в задаче о фрактале Джулия. Хотя, на этот раз мы запускаем несколько нитей в блоке. Как и в примере фрактала Джулия, каждая нить вычисляет значение пикселя в одной точке. Сначала нить вычисляет координаты x, y своей точки результирующего изображения. Делается это так же, как и при вычислении переменной TID в задаче о сложении векторов. Только на этот раз здесь пару изменений. Поскольку для кеширования результатов вычисления мы будем использовать буфер в разделяемой памяти, объявим его так, чтобы каждой нити в нашем блоке 16 на 16 соответствовал отдельный элемент. Затем, каждая нить вычисляет значение, вот, вычисляет значение, и помещаемое в буфер. И напоследок записывает это значение в буфер. Вычисления не слишком осмыслены. Это просто сетка, состоящая из зеленых круглых пятен. Ну, и давайте попробуем собрать. Ну, она уже вроде собрана. Запустить. Так, и что мы видим? Мы видим вот такую вот непонятную ерунду. Сетки, как таковой, нету. Ну, как бы, вроде какая-то сетка здесь прослеживается. Но каждый, каждый, типа, круг или квадрат имеет, имеет различный отпечаток, скажем так. В чем же дело? Мы опустили одну важную вещь. Эта вещь называется синхронизация. Вполне может случиться, что к моменту записи в пиксель значения, хранящегося в шарот, ну, x, y, или тред, вот, x и y, да? Нить, которая должна была поместить значение в данный элемент массива, еще не закончила работать. То есть, есть такая вероятность, что нить еще не закончила работать. И гарантировать, что такого не произойдет, можно только одним способом. Вызвать синхтред. Так, давайте вот здесь вызовем. Так, синх, синх, где тут? Как он там пишется? Тред. Вот так вот, да? Вроде, а, с забыла. Вот, давайте сейчас запустим, сейчас. И, как мы видим, в принципе, почти кружочки. И картиночка чистая, не размазанная. И все элементы в сетке, можно сказать, одинаковые. Так вот, в чем же здесь была проблема? Проблема в том, что в момент записи нить, скажем так, еще, ну, какая-то там нить, не все нити были готовы. И, соответственно, то есть, вот этот синхтред нужно делать тогда, когда у нас все нити, все нити выполнили вот эти операции. Это мы уже знаем, да? С помощью синхред мы как раз и синхронизируем. Мы дожидаемся, когда все нити в блоке выполняют, каждая из них, вот эту операцию. И только потом мы записываем результирующие пиксели. Вот, без синхред у нас что получалось? У нас получалось, что какие-то нити еще не успели вычислить значение пикселя. И запись в результирующий пиксель происходила, ну, происходила запись, но неверного значения. Поэтому у нас и получался такой мусор. То есть, если вы там нажмете на паузу, либо просто после видео посидите, рассмотрите этот пример, то, я думаю, вы поймете. В принципе, не думаю, что так сложно. Вот. Соответственно, как бы записи происходили, не дождавшись, когда все нити отработают. С помощью синхред, как мы знаем, мы дожидаемся, пока все нити, а их 16 на 16 для одного блока, выполнят все эти операции. Когда все нити выполнили эти операции, только тогда мы записываем результирующий пиксель. То есть, это, как бы, небольшое видео. Это окончание под, не под главы, а главы. И в следующем видео мы начнем разбирать константную память и события. Что такое константная память и события? Ну, а можно резюмировать, да, закончить эту главу и, собственно говоря, само резюме. Теперь мы знаем, что блоки можно разбить на более мелкие единицы параллельного выполнения, называемые нитями. Мы переработали примеры сложения векторов, показав, как можно складывать вектора произвольной длины. Также привели пример редукции и на нем продемонстрировали использование разделяемой памяти и синхронизации. На самом деле, это пример сотрудничества ГПУ и ЦПУ, то есть центрального процессора и графического процессора для достижения результата. Наконец, мы показали, какие опасности подстерегают того, кто пренебрегает синхронизацией. Вы многое узнали об основах языка CUDA-C, о тех аспектах, в которых он похож на стандартный C, и о тех, в которых он существенно отличается. Теперь самое время поразмыслить над своими задачами и прикинуть, какие из них можно было бы с успехом распараллелить за счет применения CUDA-C. В дальнейшем мы познакомимся со средствами, позволяющими реализовать на графическом процессоре параллельные задачи, а также с некоторыми более сложными API, предлагаемыми архитектурой CUDA. Ну, на сегодня все. То есть, поразмыслите над своими задачками, попробуйте в качестве закрепления материала, ну, что-нибудь повычислять, да, с помощью параллельного выполнения. Вот. И после всего этого перейдем, или видео, конечно же, уже, наверное, будут, а вы после всего этого переходите к следующим урокам, в которых уже некоторые вещи будут посложнее, но не только посложнее, но и поинтереснее. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.